друзья всем привет с вами снова елена и у нас сегодня с вами большой книжный обзор я заказывала книги в конце марта там была акция заказывала их на лабиринте как всегда и по-моему это называлось мартовские чтения как всегда большая скидка и большой соблазн сразу побольше заказать особенно когда в корзине много книг лежит и так давайте начнем книжек много поэтому не будем задерживаться сначала вот такие три книги это серия простите мой французский алексей пехов ауто даффе проклятый горн и золотые костры я не люблю фантастику это немного немой стиль никогда ее не читала пока к этому не готова заказала для брата в подарок ему на день рождения он хотел именно эти три вообще их 4 по моему но одна у него уже есть поэтому заказала 3 дальше пополнила свою коллекцию детектив новый уровень осталось у меня по моему три или четыре книги но они еще не вышли в продажу поэтому то что в корзине лежала то да заказала это у нас джейн кори жена моего мужа все все книжки будут в обзоре о прочитанном поэтому ждите 2 сабин дюран запомни меня навсегда очень красивые вот эти иллюстрации вообще оформление вот это мне так нравится безумно следующая люси доусом кто послал мне письмо кто прислал мне письмо тоненькая наверно прочтется быстро эрин келли он сказал она сказала ну и последняя из этой серии в опасности флинн берри очень рада что практически моя коллекция на этом пополнилась практически повторяюсь практически пополнилась до конца то есть остались только книги которые пока еще даже не переданы в печать они только в плане так еще заказала необычный для себя детектив раньше такого в продаже не видела чарльз тот не знаю этого автора буду знакомиться мне нужно было добрать до определенной суммы поэтому взяла поиски в темноте почитала описание мне понравилось так из детективов еще я вам летом про нее рассказывала про этого автора джорджет хейер мне безумно понравилась ее техника написания и я решила найти другие ее книги и вот я собственно нашла на лабиринте там много ее книг оказалось то есть насколько я знаю как я уже говорила она издавалась на русском языке только из ее романов только четыре романа издавались на русском языке но я нашла еще то есть видимо все таки в современном мире решили этого автора русифицировать вот постараюсь другие книги тоже приобрести по мере возможности но пока что выбрала два рождественский кинжал и убийство вэшли грин мне понравилось описание и я выбирала именно книги где один роман не два в одной книге а по одному вот такие вот очень красивое оформление несмотря на то что книги в мягкой обложке но очень красивые и дальше так сказать просто до кучи выбирала то что у меня валялась в корзине длительное время вот такая вот книга у энди окер я все помню точно не могу сказать кто-то делал на нее обзор какая-то девушка украинка и она назвала название книги по украински но я нашла ее на русском и и собственно решила взять мне просто понравилось то как она о ней рассказала поэтому решила прочесть в принципе по описанию по отзывам мне тоже книга понравилась заинтересовала и в общем то я убедилась в том что ее стоит взять поэтому в прочтенном будет пока не могу ничего сказать художественная она или историческая дальше выбрала вот такую книгу опять же мне нужно было добрать определенную сумму поэтому я выбрала эту книгу это что-то вроде детективного расследовательского такого журналистского чего-то такое то есть насколько я поняла это не совсем художественная книга значит говорят серийные убийцы 5 историй маньяков автор джоэл норрис опять же прочитаю да и расскажу вам в отчете следующая совершенно не художественная книга новая 3 книга ирина соковых я давно ее хотела давно и она у меня в корзине и наконец-то свершилась с более чем 40 процентной скидкой наконец-то она мне досталась вот опять же прочитаю и буду вам рассказывать в отчете и дальше как я уже тоже давно эти книги планировала взять все они как как-то не складывалось но тут хорошая скидка я думаю что вы уже на них наслышаны об этих книгах и анютка делала на них обзор с канала анна анлика все-таки я думала брать или не брать особенно робину гудину то есть у меня было сомнение стоит ли но я решила что стоит потому что два человека пишут об одном и том же но совершенно по-разному у одного более профессиональный подход у другого более пользовательский наверное ну судя по отзывам собственно почитаю если интересно расскажу свое мнение и дальше были подарки в подарок я выбрала еще один детектив чарльза то да хладнокровное предательство повторюсь с этим автором незнакомо но вот появился он меня заинтересовал и вот эта книга была в виде подарка я ее несомненно выбрала и вторая книга вот такая вот необычная но я кто не знает давно увлекаюсь татуировкой татуажем какими-то рисунками на теле я люблю фильмы про это люблю литературу про это мне это интересно мне интересна история всего этого и собственно здесь тату история татуировки знаки на теле ритуале ритуалы верования табу автор уилфред дайсон хамбли собственно она была среди подарков и я увидела ее сразу схватила потому что мне эта тема интересна вот будет в отчете по мере возможности и еще две книги они я их не выбирала мне их предоставил лабиринт по умолчанию в качестве подарка у них там какая-то акция весенняя проходила и в подарок к любому заказу давали на выбор два тома из одной серии из другой серии ну вот я выбрала вот эту вот были еще другого автора не помню кто именно но тоже подарю брату он фантастику любит надеюсь что ему будет интересно это от от этого подарка отказаться было нельзя то есть он шел по умолчанию от лабиринта по их весенней акции поэтому ну выбрала то что мне по описанию больше понравилось вот так что вот такой гигантский заказ у меня был ждите отчет кому интересно кому не интересно тоже ждите и подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропускать и всегда быть в курсе моих новостей а мы с вами увидимся в следующих видео следующих обзорах следующих влогах пока пока